Здравствуйте, соседи! Продолжается международный театральный фестиваль Достоевского. В минувшее воскресенье на сцене театра драмы Пермский театр кукол Карабаска представил свой спектакль «Скандальное происшествие в пассаже» или «Крокодил» по одноименной сатирической новелле Достоевского. И сегодня у нас в гостях художественный руководитель и актер Карабаски Андрей Дитюрин. Добрый вечер! Добрый вечер! А с вами Анатолий Акулов и Оксана Сассов. Добрый вечер и добрый вечер, дорогие новгородцы! Оксана, представляя нашего гостя, мы ничего не выпустили? Не знаю. Судя по вашему интервью, вы в Карабаске и швед, и женец, и на дуги игрец. Это правда? Да, это правда. Карабаска у нас существует уже давно, уже с 2004 года. Мы этот театр сделали, чтобы приглашать тех режиссеров, с которыми мы хотим работать, делать то, что нам ближе всего. И девиз нашего театра в уставе так и прописано, что это сделать мир чуточку добрее. Откуда вы к нам приехали? Из города Пермь. Мы там вот и живем, и существуем. Вы впервые в Великом Новгороде? Да, я впервые в Великом Новгороде. У нас вот художник по свету уже был здесь однажды когда-то. И нас очень давно приглашали сюда, на этот фестиваль Достоевского. И, наконец-то, мы вот добрались к вам. И спасибо огромное строителям фестиваля, спасибо огромное новгородцам, что нас принимают так тепло и хорошо. А кто вас поддерживает? Нас поддерживает Министерство культуры Пермского края. Спасибо им огромное, что они дали возможность нам приехать сюда. И они нам очень сильно помогают. А карабаски? Это от Карабаса-Барабаса? Что это такое? Интересное название. Ну, если хотите, то такая история произошла. Когда мы назвали свой театр, мы перед спектаклями говорим такую сказку, что все великолепно знают сказку «Золотой ключик». И там есть добрый, веселый, деревянный человечек Буратино. Он добрый, хороший, у него много друзей. Но там еще есть один герой, злой и нехороший, Карабас-Барабас. А вот стал он таким злым и нехорошим, потому что в детстве, когда был маленький, плохо себя вел в театре, вскакивал с места, ходил по залу, мешал актерам играть спектакли, мешал зрителям смотреть эти спектакли. Вот он рос-рос и вырос таким злым и нехорошим. И несмотря на то, что он выучился, стал доктором кукольных наук, характер у него не изменился, он остался таким же злым и противным, каким был в детстве. Поэтому куклы от него ушли, театр у него закрылся, и остался он совсем-совсем один. Вот такой злой и нехороший Карабас-Барабас в сказке «Золотой ключик». А наш Карабаска, в честь которого мы назвали наш театр, он еще маленький. И каким он вырастет, зависит только от нас и от зрителей. Мы можем перевоспитать. Да, если зритель будет добрый, хороший и воспитанный, то и Карабаска у нас будет добрым, хорошим и воспитанным. Красиво. Вот такая вот история у нас получилась. И у нас Карабаска – это еще маленький такой вот человек. Очень интересный спектакль «Карабаска». Там не только кукольный театр, но еще есть игра актеров, красивый свет, красивые декорации. Все это действие интересно задумано. Кто придумал этот весь театр? Расскажите эту историю. Спектакль этот сделал замечательный белорусский режиссер Олег Олегович Жужда. Его знают не только у нас в стране, его знают и за рубежом. Он довольно-таки часто ставит спектакли. И в Польше ставил он, и еще где-то в прибалтийских странах. И вот он работает с нами. Мы с ним давно уже познакомились. Это уже была первая работа с ним. Сейчас мы выпустили второй спектакль с Олегом Олеговичем. Это «Шекспир во время чумы» или «Трагедия шутов». Вот такой спектакль, где заняты английская королева, няня Ирина Родионовна, Пушкин и Шекспир. Почему именно театр кукол? Потому что... Сколько лет вы этим занимаетесь? Да, когда он появился, вот интересно. Нам интересна история театра кукол. Расскажите. Нашего театра или вообще театра кукол? Вашего. Потому что история театра кукол ведется с тех пор, как появился человек. Вашего. Именно вашего, конечно. Нашего. Потому что мы решили выйти из государственного театра, чтобы заниматься каким-то делом, которое нам близко, которое нас как-то греет. Потому что в репертуарном театре не всегда получается работать в тех спектаклях, которые ты хочешь увидеть у себя на сцене. Это зависит от многих причин. Там и художественный руководитель, и режиссер. Они определяют политику театра. Вот мы сейчас определяем политику театра Карабаска. Вдвоем с Наташей мы думаем, что нам делать, кого приглашать. Или же мы сами делаем. Потому что когда Карабаска театр появился на свет, пришлось овладевать еще другими профессиями. Наташа у нас владела профессией менеджмент исполнительских искусств. Она закончила в Питере школу. Я тоже поступил на режиссуру, потому что актерская режиссура и режиссерская режиссура, извините за тавтологию, это очень разные вещи. Актер смотрит со своей стороны, а режиссер видит более концептуальные решения спектакля. И поэтому я поступил сначала в Екатеринбургский театральный институт. Канисимов, такой замечательный педагог Вячеслав Иванович. И потом еще закончил я у Николая Петровича Наумова в Питере. Аргисии сейчас называется, тоже режиссур. Так что мне всегда везло с мастерами. Когда я заканчивал училище, у меня были замечательные педагоги. И сейчас есть, слава богу, что они живы. И потом и Ярославский театральный институт, и Екатеринбургский, и Питерский. Мне очень всегда везло с педагогами. Хочется в Пермь. Приезжайте, у нас неплохо. А лето было просто замечательным, по крайней мере для меня. Говоря о Театре кукол, сразу представляешь себе сказки, праздники. А у вас Достоевский. Ну, тоже сказка. Тоже сказка. Детский. Тоже сказка. Потому что, что происходит, в крокодила лезет человек, вернее, в крокодила попадает человек, чиновник, и оттуда начинает вещать какие-то умные вещи. И он становится, если не диагент, то еще, если не Платон, то диагентом. Вот его роль в человечестве, он чувствует себя такое. Это же тоже сказочный сюжет. Правда, Федор Михайлович не закончил этот сюжет. Это недописанный рассказ. И сатирический. Сатирический. А мы сделали вот такой вот, как у нас, экономический фарс. Такой. С элементами и Вадевиля, и комедии какой-то. Ну, никак не трагедии. Все равно. И чем еще говорю, актер Театра кукол отличается от драмы, то, что он над ситуацией. Что происходит на сцене, это одно. Но ты еще контролируешь то, что происходит на сцене. И дополняешь то, что уже кукла не может сделать. Вот кукольный театр, в моем понимании, это вот, ну, небольшое какое-то пространство, да, это вот занавеска. Вы работаете на большой сцене. Для зрителя это вот удобно, вот смотрите. Как вы это все обыгрываете? Все ли видно? Нет. Как вы это все обыгрываете? Спектакли бывают разные. И куклы бывают разные. Есть же ростовые куклы. Человек туда залезает, и он там огромный. А у нас марионеночки, поэтому у нас и зрители были тоже на сцене. У нас такой камерный вариант этого. Куклы сами небольшие, там 30 сантиметров. У нас замечательный художник Вера Задорожня из Киева. Какая получается? Художник. Из Белоруссии, из Украины. Из Украины. Да. И вот два... Ой, Карабахский из Перми. Вот так вот. Так что это довольно-таки интересно в театре кукол работать. В свое время, учись на втором курсе театрального училища, нас послали в город Магнитогорск посмотреть на Магнитогорский театр кукол. И что мы там видели, это был 81-й год, когда мы посмотрели и Дракона Шварца, когда мы посмотрели Трех Мушкетеров, когда мы посмотрели Человека из Ла-Манчи, когда мы посмотрели Дядю Ваню. И все. Вот здесь я уже заболел куклами окончательно. И вот с тех пор я так вот и существовал. Зрителю каких возрастов больше всего нравится, воспринимает он, наверное, именно этот жанр? Театр кукол. Дело в том, что я всегда говорил и буду говорить, что театр кукол – это для детей с трех лет. Но спешу оговориться. Дело в том, сейчас появились направления, такие так называемые бэби-театры. Это тоже интересно. Это тоже люди могут работать с детьми, которые еще вот только что... Ну, это как раз положено, да? Двухлетки, трехлетки, как раз у них ролевые игры, они играют с куколками, да? Вот это вот им очень близко. Не забывайте, что дети сейчас очень продвинулись в своем развитии. Я вас точно скажу, что играют. У меня как раз-таки маленькие дети, 4 года, и они играют в куклы. И для них мы с удовольствием ходим в кукольный театр, и это очень интересно для них. И это вот тоже замечательно. К сожалению, в свое время театр кукол как-то стал детским. Хотя на заре первой, вот, 20 века кукольники ставили ведь все такие вещи, как Махбет и... А как вообще относятся наши зрители к кукольному театру? Потому что в Великом Новгороде эта история не распространена, наверное. Но зато интереснее прийти на Пермский театр. Дело в том, что сейчас же интернета есть и много всего. Просто что угодно. Мы воспитываем на спокойной ночи, молодежи. Даже Биг Мамбетов сделал спектакль театра кукол в Театре нации. Он поставил Хаджуму на середину и озвучивает Миронов. Замечательные ребята играют этими марионетками. Просто спектакль очень. В классическом театре на первом месте актер, здесь куклы. Кому слава достается? Слава достается зрителю, наверное. Если зритель сопереживает с тем, что происходит на сцене, то значит спектакль удался. Ведь ставишь спектакль не для детей. Ставишь спектакль для зрителей. Будь он детским, будь он взрослым. Потому что если он интересен взрослому, детский спектакль, та же самая сказка, вдруг взрослый видит в каких-то простых вещах то, что он не видел до сих пор, не заморачиваясь на какие-то очень сильные мысли. И ты видишь, что зритель выходит после этого спектакля, который у нас сделал Евгений Ибрагимов, лауреат «Куча масок». «Прошу разрешения на жизнь». Это у нас взрослый спектакль для детей от пяти лет. И выходит, люди плачут с этого спектакля. Несмотря на то, что они были 45 минут в темном пространстве, они не сидят, они ходят за лучиком света, смотрят там на какие-то инсталляции. Это, как сказать, инверсивный театр, что ли, я не помню, как это называется. Инверсивный театр, и люди выходят с каким-то ощущением, что-то с ними произошло. Вот тогда, да, мы добились своего. Театр для этого и существует. Пускай что угодно говорят, что театр как-то умирает, как-то там, ни в коем случае. Человек идет за эмоцией в театр. Если эту эмоцию он получает, он начинает добрее быть, по крайней мере. А этого сейчас очень сильно не хватает. Как рождаются ваши артисты? Очень хочется спросить, кто делает ваших кукол? Кукол у нас делают люди профессиональные. Вот всех вот этих кукол, даже декорацию, Верочка сделала сама у себя в Киеве. Мы оттуда просто привезли и уже репетировали у себя в Перми. Поэтому каждый художник кукол делает сам. И своя технология, да? Да. Как она работает? Как вот это все устроено? Ну, как устроено, берешь и играешь с куклой. Тебя же учили в училище и в институтах. Поэтому... Бывают куклы, которые можно одеть на руку, бывают, которые подвешиваются до разной технологии. Ростовые. Ростовые, да. Всякие бывают. Но этому обучают, начиная в училище, в институтах, ты должен овладеть всеми этими куклами. У тебя в училище и в институте также и фехтование, и сцен речи, сцен движения, все те же самые предметы, и живое мастерство, все те же самые предметы, что и на драме. Плюс мастерство актера театра кукол и плюс технология изготовления куклы. Вот два предмета, которые отличаются от актера театра драмы. О куклах поговорили, расскажите об актерах, именно об актерах вашего театра. Актеры в нашем театре, ты всего два, а себе что рассказывать? Да, вот хорошо. Вот. Правда, мы иногда на спектакли берем актеров... Подождите, два актера, а кто же озвучивает, да? Они же и озвучивают. Наташа играет и мужские роли, и женские, и я также играю. Многофункционально. Да. Например, вот у нас есть спектакль Сергея Брежаня. Мы его потеряли совсем недавно, это очень больно для нас. Из Хмельницкого режиссер, мы с ним очень дружны были. И он поставил спектакль «Ночь перед Рождеством». И мы этот спектакль возим уже довольно-таки давно. В 2014 году он получил 4 номинации на «Золотую маску». К сожалению, мы ни одной маски не получили. Вот. Но хотя бы мы были в номинации, и это было отмечено очень так сильно, крепко. Мы очень были рады. Это уже успех определенный. Да. И там я вот играю 6 ролей, Наташа 3 роли, что ли. Мы вдвоем вот так вот снимаем. И кого-то еще приглашаете иногда. Мы приглашаем, когда просто необходимо уже. Но дело в том, что это тяжело приглашать актера со стороны, потому что у него тоже свои планы. Он тоже в государственном театре работает. Мы же не берем просто человека с улицы, обучаем его. Нет. Мы уже берем готовых людей, актеров, которые у нас вот работают. А вы видели участников других фестиваля Достоевского? Поделитесь впечатлением. Дело в том, что мы... Не могу не задать этот вопрос. Программа «Затачивается». Дело в том, что мы приехали не на большой срок. У нас только вот Володя, художник по свету, сходил на Санкт-Петербургский тюз. А мы как-то так получилось, что вчера целый день были на сцене. И потом после сцены сегодня собираемся и уезжаем. Прямо с вашей передачи мы едем обратно в Пермь. А мы только что вот приехали с фестиваля Достоевского в Москве. Поделились впечатлениями? Вот там были очень много спектаклей Достоевского. И «Белая ночь» Владимирский театр кукол. И вот должен был, по-моему, «Коркодил» Воронежского театра кукол. Они должны были здесь быть. Мы очень жалеем, что не встретились с ними. Там очень много этих спектаклей по Достоевскому ставят. Потому что это действительно интересно. Это интересное творчество Достоевского. Расскажите о ближайших планах вашего театра на будущее. Ну, ближайшие планы у нас... Вот сейчас приедем мы в Пермь, и у нас будет фестиваль «Волшебная кулиса». Это вот проводит СТД России Пермской, отделение СТД, это Министерство культуры. Вот мы там будем показывать спектакль «Шекспир во время чумы» или тагедии шутов. Потом мы должны ехать будем в Питер в декабре месяце, это рождественский парад. И пока, я не знаю, потому что мы театр-то не государственный. И финансирование у нас идет очень тяжелое. Тем более сейчас заработать просто нет возможности. И вот благодаря Министерству культуры нашего Перского края мы приехали сюда. Спасибо вам огромное. Мы очень рады. Скажите, как вокалист, не могу не спросить, вокальные партии присутствуют, куклы поют у вас? У нас Наташа поет, извините, партию Ивы из оперы «Отелл». Ничего себе. И в этом же спектакле мы поем роман с Наташей. Правда, она так поет. Но все равно это специфическое восприятие этого вокального искусства. Ну, а потом есть еще спектакли-мюзиклы. И очень много по стране спектаклей-мюзиклов в куклах. Вот, например, в Пермском театре кукол, где руководитель Дмитрий Сергеевич Вихрецкий, был спектакль «Виной за дуванчиков». Я там играл до определенного момента. А сейчас вот этот спектакль, к сожалению, не идет. Но вот был такой спектакль-мюзикл. И там все с вокальными партиями своими были. Мы очень крепенько за них пролись. И потом всегда в театре кукол песенки были. Да. Буквально остается меньше минутки. К Достоевскому к творчеству еще обращаться планируете? Ой, пока не знаю даже, куда выйдет нас нынче жизнь. Потому что жизнь тяжелая. Мы желаем вам успехов и... Легкой жизни. Спасибо. И долгой жизни вашего кукла. Сказать спасибо огромное моим коллегам. Это и нашему световику, художнику по свету Володе Прозорову, и звукорежиссеру Платону Кузьминову, и Наташи Красильниковой. Всем спасибо огромное за эту работу, которую они с нами делают. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. До новых встреч. Спасибо. С редакцией «Всегда можно связаться» по телефону 638-005. Всего доброго, до свидания. До встречи.